Здравствуйте! В эфире новости губернии, в студии Ильдар Кагиров. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Объединение ради развития. Станет ли технический университет частью единого вузовского холдинга Самарской области? Что пообещал преподавателям политеха губернатор? И о чем просили главу региона студенты? Подробности диалога и власти, и высшей школы через несколько секунд. Лоты на миллион – доброе дело бесценно. В Самаре состоялся традиционный благотворительный аукцион. По итогам собрана рекордная сумма. Все средства пойдут на помощь тяжелобальным детям. Здоровых нет, есть недообследованные. Самарские журналисты прошли бесплатный медосмотр и выяснили, кому времени на здоровье хватит и в какие школы отправляют больных. Результаты обследования и расследования в нашем выпуске. Более четырех часов продолжалась встреча губернатора с коллективом Самарского технического университета. Напомню, в трех ведущих вузах региона – аэрокосмическом, техническом и классическом государственном университете – обсуждается вопрос об объединении этих учебных заведений в один холдинг или мощный научно-исследовательский центр. О том, какие цели поставлены сейчас перед высшей школой страны и, возможно, месте Самары в обновляемой системе образования, расскажет Евгений Долгих. Актовый зал технического университета переполнен, что неудивительно. На повестке идея создания в регионе крупного университетского холдинга – один из самых обсуждаемых вопросов последних дней. Губернатор сразу расставляет точки над «и». Возможная реформа диктуется стремительно меняющейся ситуацией в сфере высшего образования. И не только в стране, но и в мире. Дабы учебные заведения могли выдерживать конкуренцию, готовить высококлассных специалистов, а также успешно заниматься наукой, на федеральном уровне будет пересматриваться вся структура отрасли. Система высшего образования будет поделена на три эшелона. Верхнее место условной пирамиды займут крупнейшие научно-исследовательские центры. Они будут в итоге делать всю погоду в стране. Таких центров по разным вариантам, считают, будет 10 центров, это число вузов. 10-15 в стране. Это вузы самого высшего эшелона, где будет мощная научно-исследовательская база. Ниже около ста традиционных учебных заведений с магистратурой, аспирантурой и диссертационными советами. Третий уровень – несколько сотен узкопрофильных вузов. По мнению губернатора, Самарской области важно своевременно создать в регионе университетский холдинг. Ведь именно крупные университеты будут получать наибольшее федеральное финансирование. В том числе и на фундаментальные научные исследования, стажировки преподавателей и студентов за рубежом. Наши соседи, Казань, а также другие российские регионы уже активно объединяют вузы, понимая, какие возможности это сулит. Общение в зале идет в режиме свободного микрофона. Вопросов губернатору масса. Среди аргументов преподавателей и учащихся – столетняя самостоятельная история вуза, боязнь сокращений преподавательского состава и численности студентов. Что конкретно в результате этого объединения сам ГТУ выиграет? Сколько кафедр при этом будет явно физика, химия, математика, гуманитарные, наверняка еще какие-то будут объединяться, закрываться, будут сокращаться преподаватели? Ну это ж понятно. Чем лучше все отработаем, чем больше учтем мнение большего числа людей, тем более грамотных, опытных, способных, а может и молодых, инициативных и амбициозных, чем больше мы послушаем идеи этих предложений, тем, я думаю, лучше можно будет сделать в итоге структуру. Я точно хочу сказать, никто не проиграет. Если мы создадим крупный центр, этот крупный центр будет дальше укропняться. Укропняться. Он не будет съеживаться, он будет укропняться. Даже трех наших вузов, по количеству студентов, мы будем уступать многим нашим соседям, и нам придется новые кафедры вместе с вами создавать, новые направления осваивать, привлекать людей дополнительно, привлекать школы извне. Кроме того, в случае объединения губернатор обещал поддержать профессорско-преподавательский состав. Планируется на 10-15% увеличить заработную плату. Глава региона особенно подчеркнул, к объединению ее никто не принуждает. Однако стоит помнить о том, что для сам ГТУ, не выигравшего за последний год ни одного гранта от правительства и имеющего невысокий проходной балл, это на самом деле шанс значительно улучшить свои позиции в рейтингах. Ведь с ГАУ входит в топ-14 вузов страны, а это дополнительные преференции и возможность попасть в топ-100 вузов мира. Аргументы губернатора в зале поддержали. Реальность сейчас такова, что во многом мы можем рассчитывать только на бюджетные деньги. И вот здесь нужно правильно нам организоваться, чтобы встроиться в этот процесс, использовать вот эти тенденции, которые, как Николай Иванович сказал, они, в общем-то, мировые тенденции. Правильно надо понимать, куда движется жизнь у нас в стране, в мире. Конечно, можно надуть щеки, сказать, что мы самодостаточные. Мы сто лет прожили, и еще сто лет. Но это еще не значит, что если мы сто лет прожили, то мы сто лет эти удержимся на плаву. Вот сейчас решающий момент настал, и я считаю, я уже третий раз повторяю, надо использовать этот удачный момент. Показательная реакция благосферы. Вот как прокомментировал встречу с губернатором доцент кафедры промышленной теплоэнергетики САМГТУ Дмитрий Иванович Пащенко. Только серьезная встряска системы высшего образования Самарской области может вдохнуть в нее новую жизнь. Опять-таки, не говорю за всех, но многие из числа молодых сотрудников технических кафедр политеха за объединение вузов с сохранением существенной степени автономности. Встреча закончилась на позитивной ноте, аплодисментами в адрес главы региона. Диалог власти и Самарской высшей школы будет продолжен. Решение о слиянии вузов пока не принято. В ходе обсуждения должны быть учтены все мнения и доводы, как со стороны научного сообщества, так и других заинтересованных сторон. Ведь Объединенный университет будет сотрудничать с ведущими промышленными предприятиями страны, разрабатывать и вести проекты авиакосмической отрасли, выполнять оборонзаказ. Евгений Долгий, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. В Самарской области в сентябре будет сформирована по-настоящему народная представительная власть, в которую через общественные советы придут новые люди. О реформе местного самоуправления сегодня говорили на съезде Ассоциации муниципальных образований. Главы городов и районов считают, что нововведение не только приблизит власть к запросам избирателя, но и повысит ее эффективность. Местная власть сможет решать вопросы развития муниципалитета, а для этого получит дополнительные возможности. Инициативу о расширении полномочий районных органов власти поддержал губернатор Николай Иванович Меркушкин. И областная общественная палата. Сегодня находимся с администрацией города Самара в непосредственном контакте. Занимаемся этими вопросами. Я думаю, что в ближайшее время выборы уже в сентябре месяце пойдут по-новому в Самаре. Ну и нам с вами предстоит огромная серьезная работа, связанная с тем, что у нас на территории Самарской области и на поселенческом уровне, и на городском, и районном формируется практически свыше 90% органов законодательной власти Самарской области. Субсидии предприятиям АПК области будет перечислять напрямую региональный Минсельхоз. Об этом заявили на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Губернской думы. На сумму выплат изменения не повлияет. Кроме того, позволит предоставлять помощь тем, кто в ней особенно нуждается. В первую очередь изменения коснутся производителей молока и самых эффективных растений и водческих хозяйств. Но вот если получится проработать на федеральном уровне или здесь, и в областном бюджете будут изысканы средства, каким порядком будет доведение средств для сельхозпроизводителей? Они также пойдут через субсидии. Через мониторитет? Нет, через Министерство сельского хозяйства. Также на заседании комитета подвели итоги госпрограммы по развитию АПК за 2014 год. Удалось освоить почти 100% выделенных средств. Деньги пошли на улучшение жилищных условий сельских жителей. Помощь получили более 600 семей. Были построены фельдшерско-акушерские пункты и спортивные площадки. Проложено 19 километров газопровода и 44 километра водопровода. Современные ФАПы в каждое село. Не просто лозунг, а реализация на деле программы устойчивого развития сельских территорий. За счет средств федерального и областного бюджетов по линии Минсельхоза в селе Покровка Нефтегорского района появился новый фельдшерский пункт. В рабочем режиме он начнет действовать на следующей неделе, когда сюда перевезут оборудование и документацию. А перед официальным открытием модуль показали журналистам. Комната для отдыха и даже банальная душевая с туалетом долгое время казались медперсоналу и жителям Покровки некой фантастикой, пока ФАП находился в здании сельского ДК. Вопрос не раз поднимали на сходах, и в прошлом году лед тронулся. По специальной программе Минсельхоза России из бюджета всех уровней выделили средства на возведение нового модуля. Большой кабинет приема, отдельный процедурный кабинет, санитарная комната. Более тысячи сельчан теперь могут рассчитывать на своевременную и качественную помощь. Конечно, в таких кабинетах удобнее будет проводить прием детей в отдельном кабинете, прием женщин и вести процедуры в другом кабинете, более комфортно. Все имущество из бывшего помещения в новый ФАП перевезут на днях. На следующей неделе он начнет прием. Ближе к лету областной Минздрав поставит новое оборудование. Тогда же начнут работу новые медпункты и в других селах района. Такой же аналогичный ФАП мы где-то через месяц откроем в селе Верхняя Домашка. На этот год запланировано строительство фельдшерского пункта в рамках этой же программы в селе Корнеевка Алексеевского района. То есть это работа на дальнюю перспективу и я думаю, что она принесет свой должный эффект. Эффект от действия программы устойчивого развития сельских территорий – это строительство в прошлом году 8 фельдшерских пунктов, 14 универсальных спортплощадок, водоэксплуатацию, более 60 километров водо- и газопроводов. Если два года назад мы только приступали к строительству ФАПов, то уже с 15-16 года будет проектирование строительства учебных заведений, школ, клубов. С 15-го года строительство дорог уже включено в программу. На этот год финансирование программы увеличат, что напрямую повлияет на социальный облик села. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии, Нефтегорский район. Праздник Масленицы в Самаре отметят без огня. В региональном управлении МЧС порекомендовали организаторам в этот раз снова обойтись без традиционного обряда сожжения чучела. Однако арт-объект, именно так куклу Маслену почему-то называют в городской администрации, высотой приблизительно 6 метров на главной городской площади все-таки установят. Вокруг него и развернутся самые масштабные гуляния. С 12 дня и до 5 вечера концертная программа с участием лучших творческих коллективов города и области. А также московских артистов. Будут работать 5 тематических площадок. Городок с детскими аттракционами и ярмарка ремесел. Гости праздника смогут поучаствовать в боях на подушках и перетягивании каната. А после совершенно бесплатно угоститься блинами и горячим чаем. Кульминацией праздника станет запуск в небо бумажных жаворонков. Жаворонки улетят в небо, унесут все, так скажем, какие-то невзгоды прошлого сезона, зимы. И мы все вместе призовем весну, добро, счастье, все самое хорошее. Бесценная помощь. В Самаре состоялся ежегодный благотворительный аукцион. В зале театра оперы и балета собрались несколько десятков представителей бизнес-сообщества. В качестве лотов подаренные художниками картины. Сколько на этот раз удалось собрать средств и на что они пойдут? В сюжете Ирины Трофимовой. В одном из самых крупных залов Самары десятки представителей бизнес-сообщества по периметру произведения искусства современников. Все лоты аукциона отданы в дар фонду «Радость». Среди них как работы самарских мастеров, так и картины художников из Москвы, Крыма и даже Украины. На самом деле, подобные аукционы, благотворительные, они очень полезны. Они привлекают внимание как общественности, собственно говоря, так и органов власти. Ну и как следствие, наверное, это привлечение денежных средств. За счет этого можно уже говорить о решении каких-то социально значимых задач. Для самого фонда аукцион далеко не единственный проект. Не так давно вместе с жителями всего региона собирали деньги на помощь беженцам с юго-востока Украины. Тогда благотворительная организация стала главным оператором. Это очень серьезная помощь государственным структурам, потому что не всегда есть законам предусмотренные ситуации. Все ситуации законам не предусмотришь. А бюджетные средства, они, как правило, тратятся именно через законодательство и регулируются нормативными актами. При этом на самом аукционе за деньгами явно дело не стояло. Большинство работ уходило по блиц цене. А специальным лотом стала картина из личной коллекции губернатора Самарской области. У нас работает в фонде программа экстренной помощи детям Самарской области. Это поддержка больных детей и оплата высокотехнологичных операций. Средства мы собираем на расширение ресурсной базы детских домов, на организацию детских площадок. А вот самый дорогой лот ушел с молотка за 2,5 миллиона рублей. Им стала картина народного художника России Ивана Комиссарова, Бахилова Поляна. Общий фонд после торгов составил около 5 миллионов рублей, что больше чем в два раза превысило цифру прошлого года. Ирина Трофимова, Александр Дудко, Новости губернии. Недообследованных в рядах самарских журналистов сегодня стало на порядок меньше. Наша съемочная группа провела эксперимент и проверила, что значит бесплатное медицинское обследование, на которое, к слову, имеет право каждый житель региона. И сколько времени уходит на то, чтобы получить полную картину состояния организма. Обо всем подробнее в материале может и не самых здоровых, но теперь уже самых осведомленных корреспондентов. Нехватка времени и денег, пожалуй, те самые причины, которые приводят все, чтобы не ходить в больницу. Что касается последнего аргумента, то каждый житель Самарской области имеет право на бесплатное медицинское обследование. Если говорить о времени, то это уже предлагаю проверить на практике. На то, чтобы узнать о факторах риска и получить соответствующие рекомендации, мне понадобилось 30 минут. Это меньше, чем перерыв на обед. Согласитесь, для сохранения здоровья не такая уж и большая трата времени. Результаты всех анализов пациент получает даже не в считанные минуты, а скорее секунды. Центры здоровья начали появляться в регионе в 2009 году. Сегодня в среднем ежедневно здесь принимают 30-40 человек. Посещаемость увеличивается. Я могу сказать, что некоторые центры здоровья ее увеличили практически в 10 раз по сравнению с тем, что было в 2009 году. В бесплатное медобследование входят измерение артериального давления, функции дыхания и сердца, определение дексомассы тела. Экспресс-анализ крови, впрочем, обмануть врачей, например, наличие вредных привычек не получится. Специальные приборы фиксируют даже наличие никотина в организме. Ну ноль, вы не курите. Каждый пациент получает рекомендации и направления в школу, которая работает при больнице. Пациент направляется в школу здоровья, где с ним занимаются. У нас есть школы, такие школы, как отказа курения от курения, школа, которая у нас активно работает. Есть школа здоровья сердца, есть школа позитивного материнства. Сегодня в регионе работает 18 центров здоровья, где можно пройти бесплатный осмотр, точный адрес и телефоны на сайте областного Минздрава. Кстати, он предупреждает, игнорирование медицинского обследования вредит вашему здоровью. Дарья Полкова, Александр Дмитриев, Новости губернии. В регионе выбирают ученика года. За звание лучших из лучших соревнуются 11 финалистов. Задание куда сложнее привычной школьной программы. Продемонстрировать знания истории не только страны, но и своей семьи. И актерское мастерство, и фантазию, да так, чтобы у жюри сомнений не осталось, с выбором не ошиблись. Победитель отправится представлять Самарскую область уже на межрегиональном этапе. Удачи конкурсантам пожелала Татьяна Подова. Парад 41-го. Помнят, когда всему миру показали мощь страны и второй столицы. Еще как помнит дедушка о Сызрани. Она моя любовь. Еще расскажи. Еще. Еще я отлично учусь. Танцую и пишу стихи. Школьный спектакль основан на реальных событиях. Виктория Талипова рассказывает о себе дедушке, участнику Великой Отечественной. Его роль исполняет одноклассник. Это первое испытание конкурса. Я, к сожалению, не достала своего дедушку, но, как мне рассказывал папа, это был очень человек, на которого я очень похожа. У нас схожи характеры, и поэтому я всегда разговариваю с ним, ну, можно так сказать, сердцем. То есть эта идея, она возникла не из ниоткуда. Это моя жизнь. Для Анастасии Лукьяновой вся жизнь шахматы. Тему раскрыла в номинации «Где родился, там и пригодился». Главный вопрос, на который нужно было ответить за пять минут, почему важно и нужно оставаться жить и работать в своем регионе. Самарская область, она, в принципе, это очень развитый регион. У нас развита сфера культуры, науки, экономики. Я считаю, что нужно оставаться и вносить свой вклад, посильный, конечно, в историю, развиться своего города, малой родины и своего региона. 11 самых-самых, все как на подбор. Умные, талантливые, амбициозные, эрудированные. Волнуются, как в первый раз. В этом году конкурс первый проходит в очной форме. Тематика конкурса посвящена Году литературы. Ребята изготавливали свои видеоролики, которые называются «Пять литературных произведений, потрясших меня». Им предстоит в финале провести мастер-класс, выступить в открытой дискуссии, ну и защитить свою визитку, самопрезентацию. Ученик Года должен быть яркой личностью, сторонней, развитой, как говорили в советские времена. В финале конкурса «Ученик Года-2015» определят пять лауреатов. И лишь один отправится представлять Самарскую область на межрегиональный этап. Он пройдет в марте в Ульяновске. Татьяна Пудова, Олег Айдаров, Новости губернии. О национальных традициях, песнях, танцах и даже кулинарных блюдах. В Новокуйбышевске подвели итоги областного детского конкурса «Радуга по Волжье». В этом году фестиваль собрал более 700 участников со всего региона. О дружбе народов узнала больше Екатерина Алексеева. Яркие костюмы, звонкие голоса и завораживающие танцы. Только лучшие номера фестиваля в финальном галоконцерте. Наш танец называется «Аукрас». В его дисказазском языке означает «Радские птицы». Мы участвуем в разных межрегионных конкурсах и почти всегда побуждаем. Конкурсная программа сразу на нескольких площадках. Здесь и национальные блюда, и костюмы, и предметы прикладного искусства. Главная цель не просто показать колорит каждого народа, но и дать возможность участникам познакомиться с бытом и ремеслом соседей. Ребята, которые съехались практически со всей Самарской области, здесь побывали в музеи, побывали в школах, посоревновались, познакомились друг с другом. С ними сегодня здесь говорили об очень важных вещах. В нетрадиционной творческой форме мы говорили о дружбе, о своем народе, о нации, о России, о Самарской области, о нашем замечательном крае. Я думаю, что этот день останется у них надолго в памяти. От имени главы региона участников поприветствовал заместитель, руководитель администрации губернатора Самарской области. Фестиваль «Радуга Поволжье» – это неоценимый вклад талантливых педагогов и детских творческих коллективов в укреплении дружбы народов, единение всех жителей Самарской области. Сегодняшний праздник подарил вам творческие победы и незабываемые встречи, открыл новые возможности для сохранения этнокультурного богатства нашего региона и понимания того, что объединяет все национальности в нашей стране, в нашей губернии, в этом зале. Фестиваль «Радуга Поволжье» проходит в регионе уже во второй раз и по формату скорее не конкурс, а межнациональный праздник, укрепляющий дружбу народов. Екатерина Алексеева, Александр Дудко, новости губернии. В Самаре презентовали монету с изображением Владимира Высоцкого. Чеканили ее в Швейцарии, покрывали эмалью в Германии, а в дизайне использовали картину самарской художницы Анны Горбуновой. История одного портрета и образ на века в сюжете Татьяны Пудовой. Анну Горбунову всегда интересовала современность. Картины, строгие по клориту и четкие по композиции передают замысел автора. Работает она в разных жанрах, но по призванию портретист. Практически всю жизнь пишет деятели культуры. Одна из самых знаменитых ее работ – портрет Владимира Высоцкого. Теперь это изображение использовано в дизайне памятной монеты Республики Бенин. Чеканили ее на монетном дворе Швейцария, покрывали объемное изображение эмалью в Германии. Хотели выпустить изначально в России еще одну памятную монету, которая посвящена Владимиру Высоцкому. И искали образ, который наиболее бы ярко отражал поэта, наиболее запоминающийся, яркий, который бы лег на душу многих людей. Потому что эта монета идет в народ. И выбрали мою картину. Думаю, что самый яркий образ Высоцкого на сегодняшний момент. Рассматривать советуют под лупой. Именно так можно увидеть все детали. Дизайн упаковки монеты выполнен в виде аудиокассеты. Необычная совершенно для наших самарских художников сфера приложения творческих усилий – это изготовление монеты серебряной. Во всяком случае, я у нас в Самаре не знаю художников, которые этим занимались. И результат, как я вижу, очень достойный. Это действительно вещь, которая может украсть коллекции многих людей. Не только любителей искусства, но и просто представлять собой вот такую художественную ценность. Тираж монеты из серебра 999-й пробы номиналом в 1000 франков – 5000 экземпляров. Больше половины уже раскуплены. Монета стала популярной и у почитателей таланта артиста, и у коллекционеров. Теперь в планах Уана написать портрет советского актера – театра и кино Олега Янковского. Татьяна Пудова, Виктор Соколов, Новости губернии. Пока это все новости. Всего вам самого доброго. Генеральный партнер прогноза погоды – Самарский государственный цирк. С 24 января в Самарском цирке новое шоу 2015 года «Нубийские львы». Обладатель ИДОЛ-2014 Хамада Кута. 18 февраля в регионе сохранится ясная морозная погода. Днем от 14 до 21 со знаком минус. В ночные часы столбики термометров могут опуститься до минус 20 при прояснениях до минус 25 градусов. На севере-западе региона утром минус 20, днем потеплеет до минус 13. На востоке-юге соответственно минус 21 и минус 14 градусов. Температура воздуха минус 16, минус 21, местами до 25 градусов ниже 0. Днем в областной столице Итальяти переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха минус 10, минус 15 градусов. С 24 января в Самарском цирке новое шоу 2015 года «Нубийские львы». Обладатель ИДОЛ-2014 Хамада Кута. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова